Бывший, но любимый. Десятки тысяч человек собрались в центре Берлина, чтобы послушать экс-президента США Барака Обаму. Он прилетел в Германию, чтобы вместе с Ангелой Меркель принять участие в так называемых церковных днях. О чем Обама говорил с Меркель и как канцлеру Германии удалось сегодня встретиться еще и с Дональдом Трампом. Расскажет Татьяна Лагунова. Два американских президента за один день, бывшие и действующие. В эти минуты Ангела Меркель в Брюсселе проводит переговоры с лидерами НАТО, среди которых и Дональд Трамп. Ну а сегодня днем канцлер встречалась с президентом бывшим Бараком Обамой. Он сам прилетел к ней в Берлин. То, что Обама уже экс, было заметно даже по мерам безопасности. Город не перекрывали, да и контроль на мероприятии с его участием был скорее символическим. Но тем не менее, чтобы послушать публичную дискуссию Барака Обамы с Ангелой Меркель, в центре Берлина собрались десятки тысяч человек. Я фанатка Барака Обамы. Приехала специально ради него в Берлин. Он всегда думал о людях и защищал настоящие ценности. Обама публику не подвел. Он признавался в любви к Берлину и политических симпатиях к Ангеле Меркель. Поддержал миграционную политику Германии и призвал мир сплотиться ради демократии. И не упустил возможности уколоть своего преемника Дональда Трампа, не называя его имени. Конечно, есть вещи, о которых я сожалею. Мы не смогли обеспечить медицинской страховкой всех граждан. Очевидно, что некоторые наши успехи сейчас в опасности. И в США продолжаются дискуссии на эту тему. Но мы сделали жизнь 20 миллионов человек лучше, введя стандарты, на которые можно опираться. Что думает о выступлении Обамы Дональда Трампа, неизвестно. Но официальный Берлин заявил, действующего президента США заранее предупредили о встрече Ангелы Меркель с президентом бывшим, чтобы не обиделся. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер.